Снегопадами запомнится начало 2022 года жителям Наринмара и поселка Искателей. Среднегодовой показатель по количеству выпавших осадков уже превысил норму почти в 2,5 раза. На борьбу со снежной стихией брошены все коммунальные силы. О том, как в городе убирают снег, расскажет Ольга Русул. Наринмар утопает в снегу. По данным Гидрометеорологического центра, за первую декаду января уже выпало более 21 мм осадков. Хотя среднестатистическим считается всего 9 мм. А потому коммунальные службы работают в экстренном режиме, очищают город от снега и днем, и ночью. Уборка снега, который валит с начала нового 2022 года, не прекращая, напоминает Сизифов труд. Не успели коммунальщики убрать улицу или тротуар, как уже навалило непролазные сугробы. Жители Наринмара и поселка Искатели относятся с пониманием и усилия коммунальных служб оценивают как посредственные. Я думаю, не совсем. Ну, центральная дорога неплохо почищена, а вот выезды из нее, вот эти горбы, я как автомобилист, ну, не очень. Средне, так бы сказал. Стоит уделить внимание? Я думаю, да. Нет, центральная еще удается, а дальше там плохо. Сегодня нет, потому что очень снежно сегодня, я так не знаю, потому что я тут два дня только. Ну как, удается дойти туда, куда вот вы идете? Ну, пешком-то можно, из наших щелочек, конечно, было бы. Только убрали тротуары до асфальта, а на этом месте снова сугробы, рассказывает дорожный рабочий Вячеслав Канев. Дворникам, коммунальщикам и дорожникам в эти январские дни приходится совсем не сладко. Мы чистим мосты, тротуары, везде по искателям, факелу, городскому мосту. В этом году нагрузка большая стала, потому что снега очень много по сравнению с прошлым годом. Потому что год морозы стояли, снега почти не было. А в этом году вот мы не успеваем справляться даже, потому что нас народу не хватает. Где смена работаете? Во сколько рабочий день начнет? Ну, мы работаем с восьми, а вторая смена с восьми вечера. У нас с восьми утра, вторая с восьми вечера. Вчера вот... Да, потому что мы вчера вот убрали его буквально полностью, все до асфальта, а сегодня уже нету. Все замело обратно. Рабочие на Ринмар-Дор-Рем-Строе с начала января работают в усиленном режиме. Техника выходит в две смены, в зависимости от необходимости, от 10 до 17 машин. Ежедневно 12 человек очищают городские территории от снега вручную. Стараемся выгнать всю технику, которая на ходу, чтобы обхватить большую территорию. Первым делом очищаются, конечно, автомобильные дороги. Кроме того, жители звонят в диспетчерскую службу, просят помочь с очисткой от снега выездов и тротуаров. Первая очередная – это основные магистрали, то есть дорога на Ринмар-Аэропорт, на Ринмар-Искатели. В первую очередь стараемся очистить также пешеходные переходы, тротуары, ну а и автобусные павильоны, чтобы людям было удобно. Да, в принципе. Трудничаем постоянно, и у нас диспетчерская служба, и мой телефон как бы есть. Люди просят, если есть возможность, стараемся оперативно реагировать и исправлять. Кроме того, на уборке улиц Нарьинмара задействованы люди и техника коммунального предприятия «Чистый город». Они трудятся в трехсменном режиме. Например, сегодня в первую смену на уборке улиц города работало 15 единиц техники и 14 рабочих, вручную чистящих территорию, куда машины не смогут заехать. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует...